Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня уже 25 июля 2020 года, понедельник, блогер из Перми, бывший следственный работник Бессонов Алексея Борисовича. Такой домашний обстановки. Яхтубол, что он практически не белый, но неважно. Вы знаете, уважаемые блогеры, одна из самых больших иллюзий, с которой очень тяжело расставаться, это на самом деле иллюзия свободы. В России не только мое поколение, но и поколение, допустим, предшествующее моему поколению, оно очень тяжело расставалось с этим иллюзией, очень дорого заплатило. Вспомните начало 20 века, то поколение, которое делало революцию в России, Спиридонова и Левли СССР, она умерла в 1942 году в социальной технологии. Это последнее. Вспомните, что было с Бухарина, Рыкова. Это не хорошо, не плохо. К сожалению, в России это так. И это понимали русские императоры, и Иван Грозный это понимал, и Николай Первый. Иван Грозный был один из самых образованных людей в своей жизни. Вы думаете, ему доставало большое удовольствие сжечь бороды, распинать на воротах, но, к сожалению, Федор Михайлов Достоевский. Он тоже в молодости начинал революционные движения, а потом написал бесов, даже приговор всему. Плохо или хорошо, я не знаю, но в основном люди в молодости попадаются на этот крючок, и потом во многом платят все свои жизни. Вспомните его описан Ульянова. Был его лучший человек, достаточно образованный, и мог бы, в общем-то, быть нормальным профессором, где-нибудь на кафедре юристом. Но он выбрал другой путь. Он выбрал путь революции. Почему, как, это отдельный разговор, интеллигенция 19 века вся выбирала этот путь. Так же и мое поколение. Вот эти вот иллюзии свобод, которые были при Горбачеве, они очень быстро сошли на мир. И самое страшное, что Ельцинский режим, да, он, в общем-то, в оппозицию, в радикальную оппозицию увел всех порядочных людей. Армия, которая не могла видеть развала страны, интеллигенция, которая, так сказать, ну, часть из них, конечно, уповалась свободой, крестьянствами, но часть, которая воспитана была, ну, имела какие-то школы, системное образование, она тоже была в оппозиции. Ну, надо отдать должное, вот, самое главное, вот, видишь, и в застойные годы, вспомните, в 70-е, очень тяжело было на кафедрах, особенно в гуманитарных науках, таких, как истории, право, литература. Да, это в математике-то даже не все дважды, не везде дважды два четыре, а в таких сложных дефинициях, как вышеуказанные, там вообще очень сложно, и надо как-то по ветру держать нос и изгибать спину. Ну, и здесь самое главное, вот, я хочу снять шляпу и сказать добрые слова, допустим, нашим заведующим кафедрам. По большому счету, многим-многим удавалось сохранять людей, может быть, оппозиционно настроенных в власти, ну, в общем-то, образованных, товарных, сохранять, почему? Потому что думающий человек, умный, образованный, он всегда по позиции власти, тем более занятый гуманитарной сферой, историки, юристы. Да, конечно, были свои, ну, пляжи, фрукты, которые отрывали головы, особенно военных музык, вот у нас в высшей школе ГГБ, ну, надо отдать должное, Гехов в этом плане не отличался таким шашком-руксом, а вот ему пришли на смену, ну, был такой там прапорщик Коряев, вот те любили рубить и там хлебом не кормили, но, к сожалению, поэтому и гуманитарная наука военных музык всегда была хромава, она всегда была с запахом мустры, но, к сожалению, это специфика военного образования, это надо тоже понимать. Поэтому вот просьба, особенно тем, кто занимается наукой, хранить людей, может быть, не талантливых и, так сказать, конфликтующих с властями, но, тем не менее, понимать, что после себя вы должны оставить отраслевые науки. Какая разница, чем человек занимается? Теория оперативного слоя деятельности, там, как дербовать, там, как закладывать детей, там, подслушающие устройства, или, так сказать, истории, там, в шестнадцатого, где-то, или семенадцатого, истории современного. Ну, все равно это человек плачев, а должен заниматься почему-то так. В конечном итоге это подымет науку на какой-то определенный уровень. А люди талантливые, они в молодости всегда, к сожалению, обжигаются, потому что, как писал классик, и опыт, сын ошибок, там, и человек плачев негде брать, а, знаете, прохидеями, расчетливыми, хитрыми, все, я знаю, где молчать, где говорить, те, которые, вот, к сожалению, не попадаются. И вот на мое поколение выпало, вот, в девяностые годы, сегодня мы же видим, что из себя представляют режим, да, то есть никакой свободы, никаких выборов, речи идти не будет, и постепенно, после последних выборов, которые будут в двенадцатом году, когда вообще реформы все сойдут на нет, и социальная сфера вся рухнет, режим превратится просто в такой катально авторитарный режим. То есть никаких свобод, даже иллюзий свобод не будет, поэтому нужно будет просто выживать, потому что нужно есть, пить, работать и так далее. И поэтому у меня просьба вот, особенно людям, хотя сейчас, знаете, такая публика пришла на кафедру на разу, просто страшно с ним общаться. Ну, кстати, я вам хочу сказать, что у нас в Перми, из кого я знаю, допустим, из либералов, да, профессоров, там, да, должное, у меня есть вот сапиры, он действительно профессор по галмурскому счету, то есть по человеку, который, но и его окружение, я не скажу, что там особенно подонки есть, но есть, конечно, там из молодежи, так сказать, прогибали спину под такими либеральными реформами, ну, в принципе, старые профессоры очень приличные, порядочные, и, так сказать, хорошо относятся и с пониманием, и так далее. И я хочу сказать, что вот даже вот из либералов, вот, суча сапира, он в этом плане достаточно порядок, что человек, и вообще-то, по крайней мере, так сказать. Ну, хотя там нет, я вот смотрю, ну, у нас на кафедре, и, наверное, там экономистов, там нет людей, которые бы занимались марширами, там Орлова и так далее. Ну, тем не менее, тем не менее, грядут страшные годы, и опять годы казарны, казаркищины, полицейщины, это он умеет, это он устроит, это хлебом не корми, но здесь главное сохранить кафедры, сохранить людей, сохранить отраслевые науки. Вот это очень непросто, и это может сделать только человек с каким-то пониманием, видением того, что будет дальше, потому что нельзя вечно в мустору превращать. Успомните, к сожалению, в этом плане ЦК КПСС с 70-х годов, для всех, так сказать, сложностей процессов и неоднозначностей, но они построили общество, построили мирно, любой шаг-шаг влево, шаг вправо отрывали головы, ну, и увидели, да отрывали, что практически сами потеряли власть. Нельзя в науке всех выстраивать построить мирно, там есть разные взгляды, разные точки движения, разные направления, даже по большому счету, вот, почему-то Гитлера, вот Гитлер, Гитлер, это идея, как его, расовая теория, на языке лет это забыл, ну, потом скажу, мэ-мэ-мэ-мэ. Сбился я дал. Поэтому многие теории должны, ну вы поймите, допустим, говорить об этом с человеком малообразованным, это значит, тут же он тебе напишет Донок в советские годы, да, поговорит там о выборах, о демократии, о необходимости КПСС, это система управления в КПСС. Тут же он тебе напишет Донок в КГБ и местный опер, выпускник исторического факультета провинциального вуза, потирай руки, будет там вот дербовать соседей, разрабатывать, хотя, кстати, по большому счету, как бы сотрудник КГБ, он, конечно, вот такого четкого критерия, основания для заведения дела оперативной разработки, как такового не существовало. Очень много дел заводили по прописанию партийных органов, и так далее, резолюцию ставили, и начинали, ну там отчасти, в основном, 64-я была, смена родины в форме оставления за границей, вот он пытается убежать, ну это обычная вещь, там, главный закон, они обязаны проводить работу в этом направлении. Но, тем не менее, научная среда, она не может существовать в рамках казах, в рамках, если оперативная работа, это одно, а научная работа, все равно другая. И поэтому самое главное, это все-таки сохранить людей, сохранить кафедры, это будет очень непросто сделать, потому что сейчас везде аквабаркинсианство, концепция либеральных прав, ничего другого, то, что они не хотят. Да и у нас премии некому, там, кто там, Марголь нашел, циволок в образовании, в первом институте, в постели, так говорится, не очень страшно. Ну вот такая судьба, такая жизнь, не я первый через это прохожу, не только одно поколение, но и многие поколения через это прохожу. К сожалению, в России есть такое любимое произведение «Горе от ума», Ильчатский, я ему и был по 18 лет, молодой парень был по 18 лет, Ильчатский, в общем-то, так сказать, вступал в конфликты, но с годами понимаешь, что конфликтность имеет и другую сторону. Поэтому просьба к тем, кто зависит, постараться в эти годы сохранить конфликты, это самое главное. Спасибо. Безусловно.